Я чистить себя от всего чужеродного и негативного. Раскрытую все контракты. На физическом плане я расторгнула за этот контракт с Еленой Гелео. Написала ей. Хочу убрать, если есть, родовые проклятия, магические методы. Париться от всех этих ребров, если это кого-нибудь есть. Хочу стать невидимой из-за темных сил и любой магии. Наполнить себя пространными энергиями. Также поставить запрет на считывание моей энергии с моих фотографий и других будущих методов, которые находятся где-либо, в том числе у моего бывшего, Муза Руслана и его родителей. Хочу узнать, как повлияло следующее событие и отменить. Лет 11 назад я обращалась к Синтанке с фотографиями молодого человека в Киеве, чтобы та мне помогла. К повороту я еще тогда относилась отрицательно. И она мне сказала, что делает поворот, который, с ее слов, является безопасным и ненавредительным. Она провела ритуал с отливом свечи над головой, так что она давала рекомендации, чтобы я продолжила дома читать за город. Далее хочу очистить мои дынка от всех мужчин, с которыми у меня были какие-либо отношения. Убрать все привязки, в том числе от бывшего Муза Руслана, мамы Натальи, если имеются. Убрать все последствия от прививок, передать информацию о своем освобождении своему роду. Я вообще сверхчувствительная по натуре и очень сильно реагирую на все любые действия. Могу и заплакать в том числе. И действительно, в последнее время очень сильно даже превысил у меня уровень агрессии к людям. Я ее открыто выражаю. Злость не сдерживает с другого указания. Если что-то меня раздражает. А меня раздражает очень многое. Кажется, что сплошные провокации случаются вокруг меня. Что меня раздражает, то и притягивается. Хочу знать почему и убрать это. Испытывая испуг от всего, от всего буквально. Тогда официально что-то скажет, что-то упадет во время сна. Остались страхи упасть на лед и с другого транспортного средства передвижения везде. Несколько раз падала, удалялась головой. Страх утонуть в воде тогда остался. Я проверяла. Страх публичного выступления. Я волнуюсь сильно и вообще могу раздражать. Иначе со мной происходит. Я вся не такая вообще. Когда общаюсь, я прям сильно волнуюсь. Все мы не связаны, это все. И убрать хочу. Я плохо себя чувствую, когда слышу об операциях и манипуляциях женскими органами. Страх и почему я хочу это убрать. У меня все время так. Как кто ничего не скажет, так я не плохо становлюсь. Не знаю, с чем это связано. Также у меня слово «будок» где-то бесудится по ночам, беспокоит. Головные боли случаются. Многие быстро поддаются. Несколько дней назад появилась острая боль. Я не знаю, что. Может, я как-то во сне предусмотрена. Не знаю, от чего. Но у меня сильно болит. И мне сложно даже вот у кести и разговаривать. Вот. Также беспокоит и воспомощник, и спорная сфера, и кишечник. Ну вот, хотела бы еще узнать, на месте ли мы отправим, если нет, и поправится. Вот. И я хочу еще что-то сказать еще. После своего первого сеанса я не переставала работать на пациентах. Я ставила запреты, отправлялась, он постал, в общем, я переслаблялась. Я всегда объявила целуюся владельцу, но не только. Вот. На прошлой неделе со мной подошел такой случай. Я оформила такую запреты, и актимирование. Они потребовали запомнить заявление в моей форме, в которой я не устраиваю, где я должна была предоставить все свои данные паспорта, и согласиться на обработку персональных данных. А, все срочно. Меня это очень воскрутировало, я написала заявление на возврат в производстве. А, ты едешь, что я живу в современном человеке, требую возврата денег. Они такого не ожидали, все же не сразу на запасе. На этом все. Хорошо, хорошо. Так, тогда начинаем. Отключите, пожалуйста, микрофон. Готово, Вика? Сейчас я посчитаю. От пяти до одного ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. Пять. Пять. Четыре. Три. Пять. Пять. что ты видишь где ты находишься насчет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело ирины ирина 1 2 3 вижу что как темная пелена закрывает ее из сектора интерферента ее рука заблокирована такой конструкции она пытается руку вырвать кто-то выглядывает из экрана компьютера и вот так руку ложит то есть не дает вырваться также в этом секторе считывается сектор лаборатория как я говорю это подключка к технократической системе они там рассматривают телевизор вот выше с правой стороны сектор приношения в жертву идет подключить подписание контракта это все единая система и идет так вот через неё в левой ноге там открытый портал выглядывает это семья с такой штукой с глазом также в этом секторе считывается лаборатория где считывает эфирная днк где забирает и считывает эфирная днк также очень четко прослеживается программа забора жизненной энергии и и достатка на голове как тяжелая какой-то какая-то туча подключка идет от сектора магии и колдовства черная сердечную чакру понятно считай эфирная днк и риме она ли это да спроси у нее разрешение на работу с ней и для нее да да нет хорошо теперь спроси у нее она видит что происходит в ее пространстве хорошо тогда начнем с этого контракта пусть она на счет 3 покажет тот момент когда она подписала контракт с егэ 123 да я вижу что это выглядит вот таким образом я буквально вылезла из компьютера и буквально как будто бы выдирает у нее этот контракт то есть заставляет каким-то образом это сделать хотя я вижу что подсознание ее подсознание не соглашается с этим она буквально хватает или хватает затаскивать как будто бы себе в компьютер хорошо спроси ирину видит ли она это и хочет ли отменить развивать этот контракт да я говорю чтобы она повысила вибрации потому что это все начинает как-то на нее давить я говорю чтобы она повысила вибрации это все находится в ее пространстве и все эти энергии подчиняются ее воле что чтобы она приказала всем этим энергиям убраться и прекратить на нее воздействовать сейчас мы можем снять все запреты на снятие колдовства и магии а также техномагических компьютерных программ на счет 3 это все уберется все запреты на снятие магии колдовства и техномагических программ уберутся один-два-три я вижу что с нее спадает стеклянный шар который закрывал вот эти воздействия и такая как черное покрывало которое накрывает это все я отодвигаю это все в сектор магии и колдовства и накрываю колпаком хорошо я говорю Ирине что она может сейчас зайти в тот момент когда она приняла решение заказать сеансу и вернуться на одну секунду раньше перед этим принятием решения отменить это решение принять другое решение не заказывать у нее этот сеанс и расторгнуть этот контракт который они считают что это контракт потому что на самом деле это провокация никакого контракта никакого соглашения Ирина не подписывала на то она просто подписывала соглашение торговое соглашение она покупала услугу по очищению и больше ни одной нотой больше я говорю чтобы она заявила во все вселенные о нарушении ее прав свободы а лжи провокации пусть она укажет кто это сделал она указывает на игре и пусть призовет карму расторгнет контракт я вижу что она выхватывает этот контракт рвет его ломает также сверху пишет расторгаю не вижу что она поднимается вверх я говорю чтобы она отдавала все эти воздействия программы подключки все отдавала егэ пусть она забирает пусть своими руками все забирает я вижу что идет энергия от первоисточника я говорю чтобы что ирина может призвать карму силы кармы попросить защиту и разобраться с виновниками в этой ситуации пусть она попросит первоисточник первотворец на счет 3 она это сделает 1 2 3 я вижу что я буквально выносит вверх а с этими энергиями разбирается уже первоисточник идет откат он сжигает сначала вот эти энергии идут потом он все сжигается и отправляется в портал на утилизации я говорю ирине чтобы она сейчас не сказала все ли частицы души на месте пусть она просканирует себя и на счет 3 ты увидишь все ли частички души и ее на месте 1 2 3 я вижу что 6 частей души связаны с этим с этой ситуацией седая они находятся под одним воздействием с правой стороны и и 2 с левой стороны это другие ситуации я говорю ирине чтобы она очистила свою свои эти частицы души которые связаны с этой сущностью с этой подключкой кида и пусть она их очистит и призовет воссоединиться с ней очищенными а все что не соответствует ее истинному чистому днк пусть отправит туда откуда это все пришло отсекает и выбрасывает насчет открывает портал она сделала эти частицы души я смотрю как они заходят я говорю чтобы она вытолкнула те частицы черной энергии которые я заместили и они тоже один за одним вот выходит она вытолкнулась сейчас я говорю чтобы она показала каких условиях и при каких обстоятельствах она утратила потеряла вот эти две частицы души одна побольше другая маленькая насчет тренать ему покажет и ты увидишь 1 2 3 одна маленькая она уже ушла а вот этого большая она вижу какой-то вот в секторе магии полдовства делается ритуал вот так кругами над головой черными что за ритуал я вижу что этот ритуал связан с ее участием в этом ритуале потому что идет колдовская метка завязаны руки такой от ромб получается вот это в этом ромбе идут такие энергии то есть она завязала свои энергетические меридианы как бы замкнула хорошо вика давай посмотрим может это связано с такой ситуацией когда ирина обращалась к цыганке с фотографией дмитрия и делала поворот как сказала ей цыганка поворот ну написано поворот она она же и не ошиблась поворот это и есть поворот потому что все вот так вот поворот поворачивается то есть она создала буквально своей энергосфере такой вот энергетические магический вот вся энергия черная энергия вот так кружится противоположном направлении и буквально связывает ее с антимиром этими энергиями это как раз отвечает на те вопросы почему у нее агрессия почему она агрессирует почему ее раздражает агрессия в внешнем пространстве потому что это в ней находится человек реагирует на те вибрации которые есть в нем присутствует если в ком-то есть агрессия он агрессирует если в ком-то есть магия он реагирует на магию и так далее то есть идет резонанс вот в это время как раз и была забрана большая часть души нее хорошо тогда пусть для начала ирина отменит свое решение обращаться к этой цыганке поменяет эту ситуацию она никогда этой цыганке не обращалась с этим событием также связано что она спонтанно плачет она сейчас тоже разрыдалась и пошла в тот момент нужно понимать что когда у человека такие вот спонтанные истерики бывают слезы то это может говорить о том что душа как бы реагирует на эту ситуацию она знает об этом и дает подсказки на физическом плане говорю чтобы она зашла в тот момент когда она решила пойти к этой цыганке и отменила зашла перед тем отменила это свое решение и поменяла его на противоположное она никогда не пойдет этой цыганке я вижу что она отменила это эту ситуацию я говорю чтобы она отменила все последующие ритуалы ситуации а также отменила все воздействия взаимодействия с темным миром я вижу что с ее души вы вылазит как будто бы какая-то энергия черная вот так выплывает с такими колючками вот она выплывает и уходит кто и цыганки я говорю чтобы она приказала пусть это цыганка ее руками забирает это все и и чтобы ирина вернула свою душу она просто вырывает произошла замена это цыганка часть ее души забрала себе а свою черную душу отдала ей я говорю чтобы ирина просканировала эту часть души и вернула себе только то что соответствует ее истинному первозданному днк а все чужеродное пусть отправляет туда откуда пришло насчет трената сделает 1 2 3 я вижу что вот эта маленькая часть которая сама спасать по себе заходила да она там сейчас тоже вернулась и какая-то маленькая черная часть вышла и происходит заживление раны хорошо трудная клетка зажила вера зажила тоже все частички души в ней я говорю сейчас чтобы она отсекла эту ведьму это все событие все эти энергии отсекла все свои связи с и отвергла все свои связи с антимиром с этим черным колдовским миром его хозяйкой этой маткой пусть она это все удаляет пусть призовет карму потому что она это все не просила это было все навязано путем обмана и шантажа пусть каждый получит по заслугам насчет трената сделает 1 2 3 до чтобы она стирала всю информацию и показала мне сейчас что и еще мешает быть свободной вот в голове в голове вот такой вот вихрь как воронка которая вращается я поднимаюсь вверх и смотрю что там внутри я вижу что там внутри какая-то штука с такими как лапками это как я говорю хромосома болезни ну тоже такая стандартная почти что-то я говорю что ира отдала виновному этот эту воронку с этой программой болезни я вижу как она эту воронку с этой программой просто себя вот так вытаскивает и одевает снова появляется снова и где она на нее одевает я говорю чтобы она зацепку тоже этот крючок тоже вырывала себя отдавала ей пусть себе своими руками все забирает да это так происходит она счищает ножом как будто бы или мечом я я говорю чтобы она ее сожгла в банку и портал на утилизации до чтобы сейчас я говорю что может ирина показать это всем вселенным призвать карму и защиту от первого творца источника насчет 3 она это сделает 1 2 ой как красиво да она это сделала и сейчас вот этот луч он сначала был вот самый гнев самый гнев гнев в наши все светлой вселенной он считывается как серые энергии почему потому что даже если человек что-то плохо очень-очень сделает он все равно будет жить потому что у нас энергия жизни и он вот так вот как будто бы взял ее и и и вынес этот теплый луч потом пошел ну такая энергия теплая самое время вспоминать пробудить генетическую память да хорошо сейчас я вот одну секундочку я у нее такая какая-то идет как очистка и она буквально как бы с нее что-то как будто бы рождается только они как у женщин рождаются дети а как будто бы вот какое-то существо пробирается она выталкивает его сквозь вот так вот туда по направлению в сектор интерферента это как эфирная беременность да я говорю чтобы она взяла в банку этого детеныша зацепку и все энергии в которых которые оно держалось чтобы вот какая-то сущность с лапками с крылышками маленькая такая вся со слизью я говорю чтобы она взяла в банку призвала сюда первоисточник всем показала это нарушение ее прав потому что она не заказывала этого это чудище эту муху рождать я говорю чтобы она призвала первоисточник эту информацию распространила о нарушении прав вселенной во вселенных и пусть уничтожит портале вот как в доминую печь я вижу как она или луч первоисточника перекладывает это и там идет такое одновременно уничтожение и вот так и огнем и пресс и огнем и все это уничтожилось да я вижу что там прошли вот эти обратные процессы вот и яйцо и игла о господи это что такое оно эту муху это какое-то существо вот такое знаете что такое какое-то там и крылышки и лапки и все такое слизь такая оно придавило оно потекло потом раз яйцо появилось потом раз пресс какой-то задавило это оно потекло потом раз игла такая оно раз пресс снова века и вверх этой иглы отломился и все оно горит я говорю чтобы ирина закрывала этот портал и оно все только раз и развеялось ничего нет хорошо века такой вопрос это было связано с чувством когда ирина слышал об операциях манипуляциях с женскими органами и с кровью у нее вот такое вот плохо себя чувствовало было связано с нефермальной беременностью такое ее чувство я вижу что это взаимосвязано что ей поддерживали это чувство страха для того чтобы на эти вибрации как бы прицепиться то есть крючок готовили это как они делают они могут тысячами лет вынашивать свои планы по отношению к одному человеку и создавать специальные ситуации то есть этот ее страх как раз можно сказать что способствовал этой эфирной беременности а тот страх мы сейчас давай посмотрим почему они выращивали в ней этот страх во первых у нее не хватает своей воли она может ну как бы вот эти запреты это похоже на лозунги ходишь там с лозунгом махаешь это не работает то есть нужно найти тот момент нужно контакт своим внутренним миром найти тот момент что является то есть что они запреты я запрещаю я запрещаю я запрещаю но так не работает работает только специальный механизм где есть во первых связь рациональной части подсознания она сработает если все эти компоненты будут все вместе работать этот механизм это коммуникации между рациональной частью и подсознанием потом осознание когда человек осознает что на самом деле происходит в эфирном пространстве и на уровне рациональной части потом приходит после осознания включается воля то есть выделяется вот эта волшебная энергия воля когда человек может поменять свое решение изменить но тут очень важно еще время то есть вот эти они еще делают манипуляции со временем поэтому мы обязаны найти это время зайти в это время в этот временной отрезок и там это все сделать и когда эти соблюдены все части тогда происходит вот этот как мы можно сказать процесс материализации да человек хочет и он делает все что он хочет хорошо хочет отменяет хочет меня что-то изменяет или что-то новое создает но вот должны пройти вот эти все этапы хорошо раз мы затронули тему страха например у ирины тоже есть страх упасть на лед транспортные средства передвижения страх в ноте в воде публичное выступление страх это все тоже интерференты поддерживаем дело в том что не имеет значение страх чего или есть или его нет это вибрации то есть не имеет значения чего боится то есть маленький ребенок может вот на пальчиках себе пересчитывать чего он боится взрослая девушка должна понять что этот страх это манипуляция таким образом ее пытаются перетащить на их сторону на их территорию и заставить играть по их правилам это манипуляции то есть если манипулятор заставляет вас играть по его правилам вопрос к вам почему вы играете на его скрипке отдайте ему его скрипку пусть играет по его правилам сам потому что в нашей светлой вселенной этих правил нет почему мы должны применять себе правила которые законы которые не работают в нашей вселенной это у них работает там где энергии смерти где энергии упадка разрухи это у них структуры мафиозные ранги подчинение это у них соблюдение каких-то правил это в антимере антивселенной это нас не касается когда человек понимает что он хозяин своего пространства он не должен бояться ничего почему потому что они найдут какую-то зацепочку и будут раздувать с этой мухи слона обвинять человека перед вселенной нашей и говорить вот видишь он что-то сделал это такой страшный грех это он достоин смерти он вот он наш потому что в нем вот эти присутствуют энергии а на самом деле это манипуляция махинация это переброс кармы ответственности а там где чувство вот из-за этого что они навязывают чувство греха вырастает чувство вины а там где чувство вины человек хочет это исправить вырастает связанное с этим чувство чувство ответственности а через чувство ответственности человек связывается с многими людьми такими невидимыми ниточками и тогда получается замкнутый круг человек перестает видеть себя потому что он себя идентифицирует с этой темной вселенной он принимает правила игры этого антимира а если он находится в этой тьме он не может ее оценить что происходит на самом деле что бы он не сделал плохого или хорошего от него тянутся вот эти нити к его любимым родным которых он хочет якобы освободить которых он хочет как-то уберечь потому что на самом деле он хочет искупить вину вот и тогда человек перебрасывает свое внимание вместо того чтобы из себя смотреть внутрь он смотрит туда вот там что-то не так в этом мире что-то не так я не говорю это или нет я говорю о принципе и я говорю о том как они вот это взращивает вот эти страхи вот это все страх чувство вины чувство какого-то долга перед кем-то непонятным если все это собрать в кучу можно найти эту зацепку где-то что-то они уже нашли подловили на чем-то из этой маленькой мухи сделали огромного слона только вопрос такой зачем нам принимать этого слона в свое пространство может этого слона им отдать а своей мухой там справиться ну справиться самим и снова вот это не принимать их правила игры не играть в их игры я говорю или где ее страхи живут пусть она покажет на счет 3 ты увидишь один два три я вижу что все ее страхи живут в ее как бы животе это также связано было с этой беременностью я говорю пусть она все эти страхи вымит потому что а также все те зацепки пусть этот крючок найдет и вместе с этим крючком все это в банку переместит все эти страхи закроет банку отсечет это все и в огонь на уничтожение вот так и это не нужно сейчас я говорю ири где ее вина живет и вина там есть я говорю пусть она чувство вины чувство ложной ответственности чувство нелюбви к себе пусть она вынимает это все потому что как человек может себя любить и уважать как он может понимать границы своего пространства если его вина больше чем он может себе представить когда он чувствует себя виноват виноватым но не понимает уже в чем же он виноват потому что посчитать то чего не существует невозможно то есть они раздувают это чувство вины какая-то там капелечка сидеть которую вообще-то на которую наплевать нужно почему потому что человек должен иметь какое отношение к своей жизни никто не имеет права мне указывать что мне делать в моем пространстве как хочу так и живу я на своей территории я живу своей вселенной я ответственно только перед собой и перед творцом все все и тогда вот это сразу стухает этот слон и превращается смотришь а там точечка какая-то берешь это все и выбрасываешь ничего нет я говорю чтобы она убирала все эти большую банку все эти чувства вины ответственности ложной она не никому ничего не должна она должна быть счастливой красивой свободной здоровой а больше никому ничего не должна она должна только себе чтобы она убирала чувство вины чувство недовольства агрессии чувство не все что не соответствует ее первозданному ДНК пусть она убирает из своего пространства все эти программы установки и решения которые мешают ей быть свободной счастливой красивой пусть убирает из своего пространства на счет 3 она все это сделает 1 2 3 ну огромная банка литров на 100 получилось и она ее портал я говорю пусть она сожжет портале на уничтожение этого ничего не нужно и закрывает портал вот хорошо а сейчас нужно это пустое место заполнять хорошо сейчас путешествие так сейчас пусть Ирина отправится в момент зарождения ее души пусть она вспомнит этот момент и на счет 3 она окажется там 1 2 1 3 она не показывает я спрашиваю ее как она себя чувствует как я ее чувствую она чувствует абсолютное счастье она говорит благодать она чувствует любовь и внимание энергии первотворца первоисточника она чувствует что она такая же спокойная счастливая абсолютно совершенную но другая то есть она не часть как будто бы отрезанная от первоисточника она в себе имеет душу которая соответствует первоисточнику но она индивидуально вот это очень важно она чувствует себя просто превосходно сейчас я вижу как проходят процессы эволюции ее души ее сознание и она очутилась уже там в этом месте но как бы с нашего времени я говорю чтобы она пробудила свою генетическую память я даже вижу как это все в этих структурах ДНК как оно все меняется чтобы она наполнилась этими совершенными энергиями благодати радости счастья абсолютного счастья и доверия ко вселенной потому что нет и ничего в этой вселенной что могло бы ее расстроить что могло бы причинить ей боль пусть она наполнится этими энергиями совершенства радости гармонии благодати пусть она возьмет эту энергию в наше сегодняшнее пространство и в наше время я говорю чтобы она сейчас зафиксировала все эти чувства все эти энергии в своем ДНК прописала на всех уровнях всех ее тел теперь это ее это он да и чтобы она возвращалась здесь и сейчас в наше рабочее пространство на счет 3 она вернется здесь и сейчас в наше рабочее пространство один два три вернулась да как она сейчас выглядит она сейчас из головы как будто там какая-то коса заплетенная что-то в нее там выходит я говорю что это хорошо потому что она может сейчас определить что ее а что не ее я говорю что все что не соответствует ее этим высочайшим вибрациям она может вынуть переложить в банку как чужеродное как ненужное все что мешает ей сейчас чувствовать себя всегда точно так же как она чувствует себя при зарождении ее души светлой вселенной она может убрать все преграды препятствия все программы все что не соответствует ее идеальному здоровью красоте успешности ее свободе она может убрать я говорю все слезы все разочарования все психологические травмы блоки пусть она убирает сейчас прекрасная возможность от всего лишнего избавиться и начать жизнь свободной она перемещает закрывает и выбрасывает портал на утилизацию закрывает портал огромные огромные вот такой вот почти двухметровый баул получился я говорю что сейчас пусть она распространит эти живородящие энергии жизни счастье благоухание гармонии по всем своим пространствам по всем своим эфирным телам а также физическому телу пусть она запустит программу намоложения оздоровления всех своих тел пусть она приведет в соответствии этих высочайших стандартов своего личного эфирного ДНК которое она получила при рождении все свои системы органы и функции на счет 3 она это сделает 1 2 3 да она поднимается но я вижу что она прикреплена к какому-то эгрегору я говорю что на счет 3 ты увидишь что это за эгрегор 1 1 2 3 я вижу что это этот колдовской эгрегор магический технократический я говорю что он не имеет права к ней никакого присоединяться пусть она уберет все свои энергии которые она отдавала в этот эгрегор и отдаст эти энергии на рассмотрение первое 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 источнику во вселенскую очистительную систему и он сам без без ее энергии вот это знаешь он черно-белый этот эгрегор он пользуется светлыми энергиями и тянет людей туда она отсекает он уходит она вверх я говорю чтобы она призывала карму никто не имеет права присоединяться к ней никто не имеет права навязывать ей и их правила это их правила их законы их черной вселенной пусть идут туда куда хотят это наше пространство священной вселенной здесь будут только наши правила и наши законы хорошо также пусть Ирина покажет есть ли у нее колдовская метка нет уже нет она исправилась точно спроси у Ирины что ей мешает еще что у нее еще чужеродного есть она что-то говорит о подсознании это сознание я говорю чтобы она убрала блоки между подсознанием и сознанием да 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 я говорю чтобы она убрала этот блок вместе этими своими умозаключениями ей ей нужно просто психологией хорошей заняться потому что ее запутывает ее же рациональная часть я говорю чтобы она убрала эти все блоки которые мешают понимать и чувствовать себя внутреннюю свой внутренний мир видеть свою внутреннюю красоту пусть она уберет все эти блоки сейчас на счет три она это сделает она уберет все эти блоки один два три да она убрала потому что она не осознает насколько она чистая прекрасная она не вот это чувство без гармонии было она вот этого нет сейчас уже она гармонична и эту гармонию красоту она должна поддерживать она должна понять что нас заставили думать о себе плохо нам специально придумали разные грехи нам специально нас специально толкали в такие условия чтобы мы проявляли себя не с лучшей стороны но мы по-другому не могли в тех условиях и они тем же нас и подлавливали и на то же те вот обвиняли перед вселенной то есть это нужно все убрать из своего сознания под сознание хорошо так давай пройдемся по некоторым аспектам так ирина хочет очистить свое ДНК от всех мужчин с которыми у нее были отношения пусть я говорю что ее подсознание знает все она может зайти в каждой с самого первого момента когда самой первой встречи и до последней и изменить все эти решения я говорю что она может посмотреть на панель своих решений и просто поменять эти решения которые приводили ее к негативным последствиям ее жизни к разочарованию слезам каким-то обидам блоком пусть она зайдет в каждый из тех моментов изменит эту ситуацию таким образом что она этих мужчин не пускала в свое пространство отменил она может отменить эти все свидания отменить встречу с этими мужчинами убрать почистить все свое эфирное физическое ДНК от присутствия чужеродных энергий сущностей и людей ее пространстве на счет 3 она это все сделает 1 2 3 2 2 2 2 2 3 5 5 по всем людям в том числе к бывшему мужу Руслану и маме Наталье пусть она просканирует все свое пространство да они есть я говорю чтобы она их просто выбросила из своего пространства пусть идут куда хотят и вместе с ними пусть выбросит те энергии на которые они притянулись и те ситуации а также те манипуляции которые они использовали пусть она все это уничтожит в своем пространстве хорошо идем дальше также пусть Ирина зайдет в каждый момент когда ей делали прививки и отменит это событие и уберет все последствия вот этих прививок на счет 3 она это все сделает один два три да это так интересно вижу как в кино много много событий начиная с рождения говорю чтобы она очистила все свои пространства все свои тела физическое эфирное энергетическое от всех чужеродных энергий программ этих веществ на любых планах вот слила какую-то зеленую жидкость светящуюся они оказывается еще и программируют через прививки отсекает выбрасывает портал на утилизацию там много чего хорошо идем дальше пусть ирина посмотрит на свой атлант первый позвонок в каком он состоянии если нужно то исправить атлант состоит в таком состоянии в каком состоянии находится ее сила воли конечно же что мы не костоправы на физическом плане мы не можем исправить на физическом плане это ее уже на физическом плане происходит все изменения только по воле его ее внутреннего я по воле ее высшего я по воле ее сейчас я говорю что она может исправить положение своего первого позвонка что она может свою энерго сферу и свои решения принять что она с этого момента и всегда будет принимать правильные волевые решения которые будут идти ей на пользу на пользу жизни ее души тела на процветание и благоухание всего ее пространства а также всеобщего блага ее вселенной если она поставит эту программу то конечно же что она будет эту программу исполнять и тогда решения будут решения должны быть не спонтанные а волевые на пользу для себя и для вселенной тогда и атлант будет в норме потому что это взаимосвязанные вещи осанка портится тогда когда человек не имеет воли недостаточно воли но да она я говорю что сейчас она вот я вижу что она исправляет свой атлан и вот так какая-то энергия она берет себя вот так за основание черепа вот так вот как-то потрусила и какая-то энергия вниз по позвоночнику побежала побежала и через копчик уходит я говорю чтобы она ее отсекала это не ее энергия и она уходит в сектор интерферента я говорю чтобы она закрыла тот портал сейчас ее я говорю чтобы она сейчас проверила геометрию своей костной системы выставила все в идеальной пропорции и чтобы прописала эту зафиксировала эту программу на эфирном плане и перенесла на исполнение на физический план на счет 3 она это сделает 1 2 3 отлично так отсоединить эту ситуацию идем дальше вот такой вопрос давай разберем Ирина объявляла себя живым человеком на физическом плане давай на счет 3 ты увидишь как это событие отразилось в эфирном плане 1 2 3 в эфирном плане это выглядит вот так она стоит в своей энергосфере а вот какие-то энергии темные которые из сектора прошлого и интерферента это не сущность это просто энергии они как будто бы вот так вот ей поклонились и стоят в поклоне интересно так хорошо а если плохой человек сатанист сделает такой интересный документ живого человека хотя он не живой человек интересный хочешь гипотетическую возможность посмотреть хорошо давай посмотрим такую гипотетическую возможность если какой-то сатанист сделает такой документ живого человека или заявит что он живой суверенный человек как это будет работать в эфирном плане у него на счет 3 ты увидишь 1 2 3 я вижу что этот процесс под контролем первоисточника я взяла не гипотетическую а конкретную личность и ей не дали получить этот документ и воспользоваться точно так же как мне не дали когда преградили мне путь помочь одной персоне когда хотела ее с портала вытащить и вижу что ну теоретически я думаю человеку такой человек может получить документ но это ему ничего не даст потому потому что живой человек вот как ирина она насчитывается как живой человек и то что она на физическом плане подтверждает просто это это не делает ее живым человеком это просто подтверждает что она себя считает хозяином своего пространства на всех уровнях и на физическом и на эфирном и она считает себя живым человеком объявляет об этом вот это просто подтверждает а если темный человек это сделает это ему ничего не поможет ну конечно творить же ему же что он не видит не знает в нашей вселенной все логично ну хорошо а вот если допустим есть разница если получить документ живого человека то есть вот физическую бумажку да и просто заявить что ты живой суверенный человек посмотри на счет 3 ты увидишь на эфирном плане есть ли разница 1 2 3 я вижу нет что человек в котором находятся темные энергии он подключен к темным энергиям порталом я думаю что все осознают что ему ничего не помогает то есть бумажку живого человека на физическом плане получать не обязательно можно просто быть уверенным и просто везде это заявлять устно да в некоторых структурах я вижу приходит что нужно то есть это не помешает не помешает хорошо все понятно они же просят ну как бы да не помешает хорошо отсоединиться от этой ситуации все понятно так идем дальше у Ирины есть такой вопрос она хочет поставить запрет на считывание ее энергии с ее фотографий и любых личных предметов которые находятся где-либо в том числе у ее бывшего мужа его родителей вот но наверное на счет 3 ты увидишь можно ли это сделать можно она забирает свое эфирное ДНК я говорю чтобы она собрала все все носители бумажные цифровые с ее изображением с ее подписью с ее почерком любые ее носители ее ДНК пусть она соберет это все в большой прозрачный шар она собрала я говорю чтобы она это все выстроила вот здесь перед собой перед своим лицом и сейчас чтобы она отделила свою информационную часть с этих всех носителей от этих носителей и эти все носители вернула туда где они лежат эту эфирную ДНК чтобы она в этом шаре преподнесла к первоисточнику и пусть она прочистит то есть уберет свое личное эфирное ДНК со всех этих носителей и пусть она это все носители наполнит фрактальными энергиями жизни радости и счастья и вернет обратно к носителям пусть каждый кто будет смотреть или пользоваться какими-то ее носителями будет считывать божественную энергию первотворца на счет 3 она это все сделает 1 2 3 хорошо отсоединись от этой ситуации теперь пусть Ирина покажет свое родовое древо есть ли там какая-то порча на счет 3 ты увидишь 1 2 3 ну вижу там какая-то просто какой-то шаричек маленький что-то такое я говорю чтобы она это выбросила и чтобы она запретила себе разрешать пользоваться ее эфирным ДНК пользоваться ее информационными данными да она вытаскивает выбрасывает портал уничтожает потому что это ее пространство если она что-то запрещает то это так и работает да она запретила хорошо теперь пусть Ирина передаст информацию о своем освобождении всему своему роду и всем людям кому она захочет пусть она их позовет и передаст информацию да я вижу что ее рот начинается и идет вот так как пояс от первоисточника к первоисточнику она передает информацию я говорю чтобы она позвала весь свой рот и пригласила всех воспользоваться этими энергиями чтобы она напоила весь свой рот свое генетическое древо высокочастотными энергиями жизни свободы этими фруктальными энергиями чтобы она задала программу этим энергиям исправить все неточности все изъяны все порчи и привести в соответствие ее первозданного чистого ДНК которое ей было дано при зарождении ее души все что не соответствует этим данным этим генетическим этим генетическим данным пусть каждый исправит в своем роду я вижу как она раздает этот эталон чистоты да она передает своему роду я говорю что она может передать всем людям добрые воли а также оставить информацию для свободного доступа в эфирном пространстве всем желающим да захочется она с вами хорошо теперь спроси у Ирины мы все для нее сделаем на этом сеансе да больше ничего не мешает нет хорошо тогда мы с ней прощаемся от от все от все от всего проверяй пространство вокруг себя все ли чисто да да все чисто будем выходить я посчитаю от одного до трех и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю ты будешь чувствовать себя вдохнувшей ты будешь чувствовать себя превосходной один два три открывай глаза Ирина включайте микрофон как самочувствие мне стало сразу спокойнее и как-то вообще не знаю я никак не ожидала такого поворота событий и как-то не знаю чудеса какие-то ну вот я не знаю как даже это выразить я вообще не ожидала такого поворота событий какого ожидали что что столько всего вам не окажется что нужно утратить я вам ну отлично все убрали благодарю вас спасибо вам большое вообще пожалуйста привыкайте к своему новому состоянию не теряйте его дарю вас скажите Ирина ваши видео можно публиковать да можно только наверное лучше закрыть лицо закрыть лицо такое красивое лицо зачем его закрывать хорошо я посмотреть хотела решу хорошо хорошо напишите мне хорошо хорошо все отдыхайте до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания